здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любами а значит у нас коли гостях на нашей кухне сегодня у нас выпечка к чаю на перекус тоже годится очень вкусно и потому дорогие мои я буду приступать но сначала как всегда спрошу коля ты с нами до любовью я всегда с вами вместе как дрожжи в тесте но дрожжи точно будут ты уже стихами начал говорит ну ты даешь то так получил правда дорогие мои сегодня будет выпечка еще раз повторюсь на делаем очень все быстро потому что тесто но не сладко да не очень вкусно значит будем приступать первым долгом что мы сделаем у меня здесь сто двадцать пять миллилитров молочка вот уже так я почти довела его до кипения но как вы понимаете что она немножечко остыла добавляю вот так вот такую хорошую столовую ложку ну даже тут получается две столовые ложки муки что я хочу сказать это мы заварим так сказать тесто надо заварить потому смотрите вот коля покажи ближе вот так хорошенько перемешиваем здесь кипяток но этого будет мало вот теперь я ставлю на огонь и хорошенько помешивая так доведу что все 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 заварилась мы потом покажем и так дорогие мы вот так вот перемешали буквально минутку даже ну постоянно помешивая как сказать так сказать заварим муку в этой водичке вот так хорошенько разобьем чтоб там комочков не было и оставим в сторону а сами сейчас подогрею молочком и теперь приступаем ко второму действию так сказать значит 20 грамм дрожжей прессованных вот они видите и сахара столовая ложечка перетирать не буду а так вот немножечко дрожжи так вот разломала можно значит если сухие это будет 7 грамм заливаю здесь у меня молочка 140 грамм теплое молоко вот так вот венчиком перемешаю и поставлю в сторону чтобы дрожжи наши немножечко поднялись ну мы проверим дрожжи на их нею работоспособность так сказать потому ждем и так дорогие мы продолжаем значит дрожжи наши подошли шапочка появилась куля вот и шапочка не на у меня на голове вот смотрите вот такая шапочка все шикарно с дрожжами значит приступаем к дальнейшему действию 2 яйца и чайная ложечка соли уже здесь венчиком так слегонцам взобьем чтоб разбить просто разбить желтки куля далеко не уходим процесс продолжается ждать никого не будем 100 грамм сливочное масло слегка растопленное к и даже кусанчик еще не растопился все это пойдет отправляем сюда же но оно такое мягенькое и опять слегка взбиваем желательно конечно венчиком взбили немножечко кусочки потом это все вынесем замесим дальше теперь смотрите отправляем в эту миску уже почти остывшую до комнатной температуры вот эту заваренную муку значит я еще раз повторюсь муку заваривайте можно просто кипяток взять и добавить какая у вас столовая ложка если такая вот как у меня большая вот видите ложка да то она такая много было можно две будете смотреть чтобы такой вот было как смотрите густая манная каша вот так я говорю отправляем сюда же мисочку для тех кто опасается готовить мучную выпечку хороший лайфхак чтобы убрать живот просто повернитесь спиной честно ну куля ты молодец умный ты хорошо кого живота нет а когда есть живот то есть спиной повернулась спиной а потом все равно придется лицом поворачиваться и так смотрите хорошенько вот так все это собираем вот и перемешиваем опять же венчиком перемешиваем и так хорошенько все перемешала теперь отправляю сюда же вот эти наши дрожжи такие шапочка такая шикарнейшая дрожжи вот видите какие пенные вот перемешиваем венчиком слегка и будем частями добавлять сюда же муку и так смотрите добавляю жидкость частями муку сначала буду перемешивать венчиком а потом замешивать рукой потому я вам все покажу и так смотрите когда тесто так чуть-чуть собралась кучки достаем его на досточку и вот так вот слегка будем замешивать ну как не слегка а муки добавлять совсем немножечко смотрите стараемся его отрывать значит я кроме этих 600 грамм добавила вот еще одну ложку такую большую мою ложку может у вас получится две столовые ложки муки и будем так замешивать значит чуть-чуть так вот стараемся его отодрать от доски от всего но сейчас я думаю что больше не надо вымешиваем хорошенько вымешивать буду минут 5-7 но муки постараюсь не добавлять в итоге я вам скажу в конце замеса сколько муки у меня пошло а пока ждем я сделаю это очень быстро и так дорогими вот так вот я вымесила тесто смотрите слегка липкая вот липнет но отстает вот как бы мой липнет но отстает не забивайте мукой значит пошло где-то 700 грамм как где-то это 680 ну там подпылить ну короче 700 грамм но не торопитесь по частям 600 базовую бросили а потом месяц или когда совсем пристает посыпайте по чуть-чуть миску смазала растительным маслом так слегка выкладываю такой колобочек сюда я думаю что мне хватит этой мисочки для подъема теста накрываем целлофанчиком или пищевой пленочкой что у вас есть под рукой и отправляем в тепло время я вам скажу так как часа до полтора но бывает такое что даже 40 минут достаточно почему это все зависит от температуры где это тесто будет подходить а пока ждем когда подойдет тесто хорошо югу мою я уже чайник нагрел я думаю все сейчас будем куля не газу я же тебе говорила это дрожжевое тесто должно подойти все понятно итак обратите внимание тесто подошло значит нашему тесту понадобилось ровно час без трех минут чтобы она вот так шикарненько подошло сейчас мы так обминаем его слегка чуть-чуть припылила доску отлично отстает смотрите сейчас покажу от мисочки вываливаем его чайник включают николя еще рано подождите чушь надо сделать корж уж ты так спишь значит смотрите муки чки вот чуть-чуть даже так руки немножечко вот я подготовила тесто шикарные чуть-чуть его так слегка подминаем и делим на такие части то есть на кусочки узнать если так разобраться грамм 70 80 что я вам покажу какое оно должно сейчас я вам ночью и так дорогие мои первую колбаску разделила теперь вторую посмотрите я думаю так на 6 частей вот ориентировочно так пометила где-то знаете чуть чуть больше меньше вот так раз два три 4 5 6 ну и там еще может будут маленькие будем смотреть подкатываем такие же колобочки работаем очень быстренько потому что тесто подходит его ему надо срочно в духовку потому ждем все покажу сейчас и так пока наша заготовочка немножечко отдохнуть вот так под целлофанчиком я сделаю начиночку что для этого понадобится смотрите максимально минимальными кусочками такими вот какими сказать кубичками нарезала ветчина это ветчина но может быть и домашняя колбаска то есть не домашняя молочная колбаска там это как уже что на ваш вкус главное чтобы это было очень-очень меленько теперь такими же практически кусочками может чуть чуть больше плавленый сыр значит на 300 грамм ветчины я взяла два плавленых сырка вот они и сюда же теперь я добавлю 2 столовые ложки такие хорошие столовые ложечки с горкой кетчупа и все это хорошенько перемешаю сначала так немножко перемешаю а потом добавлю кетчуп и все перемешаю дома ходит по рынку приценивается спрашивает у продавца бабуля а что это у тебя сыр такой дорогой ой дочка у меня не сыр дорогой это ты неудачно замуж вышла о боже ох и бабушка острый на язык наверное вот так смотрите добавила такие с горкой хорошие у меня кетчупы можете может какой-то соус ваш любимый это уже на ваше усмотрение хорошенько все перемешиваем и так начиночка готова будем делать теперь наши так сказать такие багеты булочки да вот у нас их называют коля как мы их называем сырные палочки значит берем такой вот этот колобочек и раскатываем ой тесто прекрасный раскатываем скалочкой ну так не сильно тонкой вам сейчас покажу и желаем желательно в такую знаете прямую горную форму ну а там как получится да тут же бывает знаете по-разному хочешь одну получится можно немножко ручками распластать расплескать проверяющий в магазине а что это у вас мыши перегрызли весь сыр а у вас даже ни одной мышеловки нет в магазине ему отвечают скорее мыши заплатят за сыр чем наш хозяин за мышеловку а я думаю они уже мышеловку съели дорогие мои ну вот так вот смотрите вот таким вот образом а там будете уже смотреть на свое усмотрение может у кого больше у кого какой аппетит у нас бывает по разному получается как когда спешим как когда тесто ляжет вот так вот берем начиночку такую знаете хорошую ложечку но смотрим дорогие мои чтобы обязательно попал и сыр и ветчина что было так вот видите все и вот так вот одной ложечки будет достаточно вот так сейчас я уберу нашу эту начиночку чтобы было видно вот таким образом и теперь будем сворачивать рулетиком аккуратненько поджимая вот так вот сворачиваем все это и когда дойдем до того что мы это все свернули хорошенько защипываем даже если что вот берем мукой ручку защипываем ровненько обязательно чуть-чуть подщипываем вот так защипываем края чтобы то есть с торца как говорится да чтобы наша начиночка это которая есть вкусненькая не выбежала вот таким вот образом смотрите это заготовочка мукой трошки припыляю повернула палочку примяла прижала чтоб такая форма была красивенько и отправляю на противень противень застелила пергаментом и вот так вот выкладываем будем выкладывать с расстоянием потом вот таким вот образом стараемся ровненькую там где-то что-то прижали отжали шовчиком вниз до шовчика мне записать и вот так и так сейчас я сделаю все палочки поставить очень быстро и так дорогими вот такие наши получились как сказать по банке к баре ты булочки да сейчас мы оставим их на расточку в тепло 10-15 и потом я расскажу что будем делать дальше а пока ждем это очень быстро итак дорогие мои смотрите вот так вот булочки наши подошли вот что мы теперь делаем а теперь все очень просто яйцо и молочко то есть не яйцо а желток и молоко у меня в яйце здесь было два желтка потому соответственно две столовые ложечки молока все взболтало и хорошенько значит смазываем со всех сторон но аккуратненько потому что булочки такие подошедшие хорошие желательно по бочкам и обратите внимание что у меня на столе стоит сыр это сыр значит какой у вас есть любой что у вас будет не будет можете даже посыпать конжутом семечкой вот я посыплю сейчас секунду я один вам покажу я посыплю вот так вот сыром там сейчас поправим где что падает и так я все булочки вот так вот посыплю вот сыр натертый на крупную терку обращаю ваше внимание да ну да твердый сыр на крупную терку я имею ввиду вот таким вот образом сейчас хорошенько это все сделаю но я не буду занимать ваше время значит булочки все смажу посыплю отправлю в духовку духовка 180 градусов 15-20 минут средний уровень как всегда верх-низ я вам покажу какие они получились а пока ждем это пройдет очень быстро итак дорогие мои наши булочки готовы только-только спичи значит в том то есть спички что мы сделаем сейчас я накрою так полотенчиком и дам им немножечко постоять я думаю минут пять потом я их разделю и покажу и попробую что получилось потому немножечко подождем так дорогие мои все наши багеты с начинкой готовы и багеты булки как как назовите так и будет значит горячо но кстати уже некогда потому что холодные тоже их тогда нет смысла кушать понимаете вот значит под низом не сильно так подпеклись нормально не подшмалились как говорится мягусенькие смотрите мягкие очень но дорогие мои сильно их мять не могу вот видите трещат сверху потому что такая корочка здесь такая вот есть слышите вот видите все супер потому что у них тут много начинки видите вот супер супер дорогие мои нечего сказать сейчас покажу вам эту начиночку внутри смотрите вот такое тесто шикарнейшее тесто и вот эта начинка начинка слегка напоминает ну как слегка или не слегка как пицца потому это очень вкусно и только когда пробуешь ветчину или колбасу понимаешь что мясо ворвают профессионалы поля девочки гости дорогие мои очень вкусно еще раз вам хочу показать это тесто нежнейшее вот смотрите торги его уже то не надо же опар идет вот вы видите вот это тесто он дух и шикар да ну коля ну что ты хочешь дорогие мои шикарнейше просто я не могу много кушать может сейчас будем ужинать но попробовать попробовать я ужинать буду здесь я не успею переодеться дорогие мои готовьте это очень густо тесто волшебное тесто мягкое тесто нежное потому имейте ввиду кто так не готовил вот именно не заваривал хотя у меня там еще и то есть перед там вначале есть рецепт я уже делала но совсем другие пирожки тоже вот именно часть немножечко заварить и добавьте совсем другое тесто вот абсолютно отличается от того что просто без этого заварного рецептом поделилась все что хотела сказала дорогие мои готовьте очень вкусно заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нами всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания